В воскресенье жители Подмосковья выбирали губернатора Московской области. На территории городского округа Химки работало 107 избирательных участков. Еще три временных были открыты в Шереметьево. Наблюдатели от разных партийных организаций следили за тем, как проходили выборы в городском округе. Я вижу, что с точки зрения организационной выборы проходят безукоризненно. И обеспечены все необходимые условия как для избирателей, так и для наблюдателей и общественных наблюдателей, которые присутствуют сегодня на участках. Весь необходимый реквизит, который, согласно законодательству, должен присутствовать на избирательных участках на месте. Чтобы голосование прошло максимально честно и открыто, на избирательных участках установили КАИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Также на участках велось видеонаблюдение. Все хорошо, никто ни за что не агитирует, все отлично, все прекрасно. Сидят наблюдатели, потом техника сейчас уж кругом, поэтому я думаю, что никаких подлогов не должно быть. Спокойно, мне понравилось. И так быстренько. Все замечательно. Кабиночки, все свободненько, все нормально, все организовано. Глава ХИМОК лично следил за ходом голосования на избирательных участках городского округа. Дмитрий Волошин пообщался с членами избирательной комиссии и наблюдателями. Узнал, как проходило голосование с точки зрения организации. Отдельное внимание руководитель муниципалитета уделил буфетам и ярмаркам, которыми были оборудованы почти все избирательные участки в ХИМОКах. Очень хорошо, что мы полностью подготовлены. Также очень важно на наши буфеты. Я посмотрел, какие цены сегодня буфеты. И торгово-промышленная палата ХИМОК организовала небольшие ярмарки. И действительно, на этих ярмарках очень низкие цены. Я и хотел посмотреть, так ли это. Действительно, взять в руки ту картошку, которая стоит 12 рублей, и то пирожное, которое стоит 16 рублей. И посмотреть, и попробовать. Действительно, все достойно. Все избирательные участки работали до 8 часов вечера, после чего закрылись для подсчета голосов. С результатом более чем 60% голосов победил кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. Ксения Каретникова, Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, Матвей Шинкаренко. Служба новостей.